я сама он даже не могу это назвать причалом раза с шестого мы это сделали у нас будет сейчас пьяная вечеринка вот это жопа упал в фото нет не сняла что имели ввиду мы не поняли но осадку сказали вот такое утро в вытигре всем доброе утро рулила я видела что ты грибла нет не сняла утром мы выяснили что пришвартованы к огороженной территории все выезды с которой закрыты подвести продукты и топлива к яхте на транспорте оказалось невозможным решили проблему радикально отправили видео за покупками на тузике связались с диспетчером шлюзов нам сказали что шлюзование ждать еще минимум два часа минимум идем гулять прогулка до вытигры у нас проходят через вот такие вот локольные пути и тропинки высоченной травой друзья теперь у нас есть видеоканал на дзене там видео выходят раньше чем на ютубе подписывайтесь по ссылке под видео здесь источник с питьевой водой по крайней мере мы видели несколько машин которые набирают здесь воду и и Вот здесь позади меня находились шлюзы Мариинской водной системы, построенной во времена Петра I и его сына Александра I и соединившей Балтийское море с Волжским водным бассейном. В то время возникла необходимость снабжения Санкт-Петербурга, который был столицей России, хлебом, древесиной и другим продовольствием. И проще всего это было сделать по воде. А в Рыбинске находилась хлебная биржа. А это все, что осталось от того шлюза, через который первые суда попадали из Балтийского моря в Волжский бассейн и шли дальше на юг. Вот на том причале стоит яхта, я-моё, в ожидании шлюзования. Ты не видел, мы тебе там махали-махали с той стороны? Я работал, работал. Ты с ума. Нас пригласили. Шлюз. Вперед давать? Ладно и вперед. Идем шлюзоваться. Первый шлюз. Блин, Витя опять расчесывается. Витя, ну ты на каждом видео прихорашиваешься. Ну надоело. Я такая вся не расчесанная, расстрепанная, не накрашенная. Зато Витя весь. В препараде. Там сейчас нижняя стоит у стетки. Там к нему нужно будет подойти. Заня здесь, да? Заня здесь. Мы снова шлюзуемся с сухогрузом Нижний Новгород. Вот это жопа у Болтфлота. Сейчас жми поближе к этому самому. Болтфлоту? Болтфлота, только не подвинься. У нас просто, видишь, встречка должна обойти. Итак, нас немножко прибило Болтфлоту. Но у нас кранцы отрабатывают. Все нормально. Болтфлот предупредили. Вот это барыш. Очень потрепанный вид. Мы ждем, когда Нижний Новгород начнет заходить в шлюз. Но Нижний Новгород не спешит. Вот это вот черное судно, которое перед Т-Синим Болтфлотом стоит. Это тот самый Нижний Новгород. За которым мы должны заходить в шлюз. Вот наконец-таки он двинулся. Потому что мы оказались в такой ситуации, что мы не можем между Болтфлотом и Нижний Новгородом влезть. А перед Нижний Новгородом. У меня очень порядок. Слушай, вот мне нравится его икоря. Глянь. Ну, по-моему, мы с ним тоже шли вместе. Икоря помню. Ну, он проходил, да. Я тоже помню. Но я помню, что они в сторонке. Он нас обходил, что ли. Гляньте, икоря вот это. Нам разрешили зайти. Еще до того, как Нижний Новгород сообщил, что он ошвартовался. Но он также сообщил, что у него скорость погасилась раньше. И он берется, ну, швартуется не за третий рэм, а за пятый рэм. Ну, надеюсь, что ее мое все равно влезет. С Нижним Новгородом мы шлюзуемся не первый раз. На Свери мы тоже шлюзовались на Верхнесвирском шлюзе. С Нижним Новгородом и с Пазальтом. Нижний шел первый, за ним Базальт и за Базальтом. Ну, а теперь Базальт обошел Нижний Новгород. И мы уже слышали, что он до второго ушел. Так, скорость не прогасить? Давай. Здравствуйте. Чего? Здравствуйте. Ты их поймал? Да. Еще тише сделать ход? Да, нормально. Ты уверен? Пока да. Так, мы готовы. Шлюзование. Ворота закрываются. У нас будет сейчас пьяная вечеринка. Пьяная вечеринка постепенно приближается к нам. Зато сейчас это борт помоет заодно. А что Нижний Новгород так криво пришвартовался? Видите, оказалось, я не готов к дождю. А вы точно это самое? Вперед идем? Видите, у меня стоит вперед. Настраивал коробку ты после ремонта. Вопросы к тебе. Мы вышли из первого шлюза. Идем ко второму шлюзу. Вперед. Мы поедем без педагог. Баба. 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 Через Пытигорское водохранилище отправляемся. К природу какого? Ко второму. Да, пойдем. И не стоит. Баба. Крепенка. Желательно. Вот так, не стоит будет. Баба. Видите, не стоит вас. Возьмите хвостилищу. Здесь водохранилище «Ягорная стоянка». Возьмите спать, что… Баба, здесь был жал next. Движение активное, вот впереди идёт Нижний Новгород и идёт навстречу кто-то из второго шлифта, и следуем за ногу города. Поднимается ветерок, там по моргу. Вообще печальный дождик, но тут небольшой дождик пока попал, потому что это не серьёзно. Конечно, не хотелось пушки водить, где вода водит меня над нами. Ну, почти что чисто. Не хотелось бы водить без дождика. А так хорошо просохнуть. Не поймите, неправильно, просохнуть от воды, как это алкоголь. А нам встречается этот лесовоз. У меня, наверное, к концу экспедиции создалось впечатление, чтобы продали весь лес. Здесь тоже достаточно не широкий фарватер. Я так понимаю, в это хранили человека совсем милый. Да. Да? Да. По сути, только фарватер есть. Так и тянет расчесаться. Я похож на скипера яхта Иона. Много разных знаков гравиационных, видимо, вон какие-то палки торчат из-под воды. Трава растёт из-под воды. Уида. По стравам. Явно здесь сложная, но... Обидно, что нет яхт. Такой хороший простор, а никого под парусом. Друзья, теперь у нас есть видеоканал на Дзене. Там видео выходят раньше, чем на Ютубе. Подписывайтесь по ссылке под видео. Трава. Мы подходим к притальной стенке. Перед вторым румом и идём за ним немного. Не получилось, нужно идти с первого раза. Пошли на второй круг, благо время есть. Поворачивай. Я поворачиваю. Идем на третий круг. У меня две попытки не получилось. Теперь подводит Витя, а я буду набрасывать. Раза с шестого мы это сделали. Очень удобно, очень высоко. Деревка в плитык. Перебрасываем. Здесь как-то крутит течением. Непонятно, вообще яхту крутит. Вот видите, сначала на меня удивился, что я не так подкатываюсь. Ну, сам спешила, так скажем. К четвертому разу. Так что я полагаю. И, как всегда, общая проблема. Ры, не Ры, мы как-то. Утки, разновидность уток. Как эта утка называется? Только для больших судов. Маленьким судам здесь схватиться просто не за что. Ну, наш любимый кран-содержатель. Ну, в свое дело, как непонятно. Вот люди на Нижнем Новгороде. Не теряют времени. Что, ничего не поймал? Либо сигалявка маленькая висит, либо сорвалась. Либо сигалявка маленькая висит, либо сорвалась. Человек таким странным занимался капитан. Да, просто под тузиком у нас кошка сегодня путешествует. Обычно в каюте, а вот сегодня нашла место под тузиком и сидит там. Плюс наконец-таки открылся, опорожняется. По идее, следующими идем мы в Нижний Новгород. Персей. Персик вышел из шлюги. О, какой он загруженный по самые уши. Пытаемся отшвартоваться. Отшвартоваться нелегче, чем пришвартоваться здесь. Давай сильнее, сильнее. Вот так. Все? Есть. Так. Да, включая на стенку. Это еще не самая высокая. Да, включая на стенку. Да не крутится, не хуже, чем в шлюзе. Ты опять обжор загородил. Так, мы тихонечко поползли. Стояние в этой стенке. В шлюзе ты стоишь, пока тебе наполняется. А здесь ты стоишь, как я не знаю сколько. И все это время приходится держать. По крайней мере, вот нам. Все это дело контролировать и крепко держать. Это физическая сила. Вон, видите, уже руки отваливаются. Бэра начистила картошки, но я пока не могу пойти мне поставить варить. Ну вот. Ну вот. Относим. Не дотолкни носить. Бэнта, Нижний Новгород, МТС. Майор, на поле, за каверас один зашвыртовый. Я укрину. Какас! Баб! Начался дождик. Видите, покрасил Нижний Новгород, сильно не углазовать перевыходить из шлюза, потому что у нас в прошлом раз просто крутануло, очень сильно. Мы раскорячились, благо не успели снять веревку с Рума. У нас в середине еще 4 шлюза, а уже 9 вечера. Не рассчитывали, что так шлюза будет много. Ну, мы с утра еще достаточно долго провозились, а потом нам сразу сказали, что шлюзывание не раньше, чем через 2 часа. В результате только в 5 попались. Ну, а потом ждали с кейсу стену еще. Дождик усиливается, холодает. И поднимается ветер. А самое неприятное, что еще темнеет. Хотелось бы белых ночей. Готово? Да. Все, все. Мы отшвартовались. Идем на выход из шлюза. Мы покидаем второй шлюз. Мы подходим к третьему шлюзу. Сейчас будем вставать у печальной стенки. За Нижним Новгородом. Интересный здесь ландшафт. Кустики из воды торчат. Островки. Уже темнеет. С каждой минутой все темнее и темнее. Нас предупредили, что ждать минимум час. В районе час. Ну, тут обычно быстрее не бывает. Здесь обговорит район. На причальной стенке выключили огни. Над нами тоже светит фонарь. Загорелись лампочки на буях. А мы все ждем. Ну, в принципе, не теряем времени. Очередной ремонт помпок. И перекус. Там жареная картошка с консервированной речью. Тут вообще неплохая речка. Я уже... А вот яхта Мейнстрим. Мы ее слышали по рации переговоры яхты с жрязами. И все думали. Парусная будет или моторная? А оказалось, моторная. Итак, Нижний Новгород начинает от швартовываться и двигаться в сторону шлюза. Но мы спешить не будем, потому что он очень медленно заходил в прошли шлюза. Нам пришлось идти практически на грани управляемости. Чтобы не нагнать его. Видите, как раз-таки закончил с ремонтом помпы. Ужинает. Приятного аппетита! К большому сожалению, видеозапись прохождения третьего, четвертого и пятого шлюзов по непонятным нам причинам не сохранилась. Попытаюсь восполнить пробел устно. Шлюз 3, шлюз 4 и шлюз 5 идут каскадом на близком расстоянии друг за другом. Дистанция между ними меньше километра. Переходы достаточно неплохо освещены. И мы спокойно ныряли из одного шлюза в другой вслед за Нижним Новгородом. А вот переход от пятого до шестого шлюза дался весьма непросто. Между ними около 6 километров. К этому времени окончательно стемнело и это расстояние нам пришлось преодолевать в громешной темноте, ориентируясь по лампочкам буев и свету от кормы Нижнего Новгорода, за которым мы с трудом пытались угнаться, выжимая из яхты все, что только могли. Итак, из шестого шлюза вышел корабль Паржа. Нас пригласили на шлюзовую. Нижний уже там у шлюза. Мы, как всегда, его пропустили. Теперь идем сами. Чайки. 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 Подходим мы потихоньку к шлюзам. И правда начинает светать. Очень хочется спать. Я надеюсь, что после шлюза там будет какое-то место для стоянки на ночь. Или пойдет зайти дальше до ближайшей якорной стоянки. Вот здесь, наверное, и он здесь. Она сейчас нехило раскорячила прям поперек шлюза. Как-то так мы вроде все правильно сделали, но не тренировку покинули. Ну, все нормально. Поддали газы, исправили. Я, 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 моя, наполняй, камеру как? Принял, я, принял? Я, я, моя, наполняй. чайки кричат как потерпевшие на море столько орущих человек не видела сколько за это наше путешествие ворота шлюзы открыты нижний новгород выходит сейчас он чуть чуть подальше дойдет и мы тоже будем отшвартовываться и дальше прямой путь на белое озеро но до этого нужно где-то отдохнуть мы отшвартовались идем к выходу за нижним новгородом да я снова была клавида трос у меня ночью на прохладном ветре мёрзнет лицо айсберги пены на шлюзах на свире пены не было здесь на всех шести шлюзах идет пена не знаю почему если кто-то знает может поделитесь позади нас последний шестой шлюз застали во время работы но углубительный снаряд бешеные звуки и вот там сбоку у них на баржу видите баржа пошвартована ссыпается по горке сливается вода и камни летят которые этот снаряд поднимает со дна я не сняла потому что яхтой управляла а ведь и не судьба взять в руки что-нибудь снимающие хочешь сказать я не влогер с нами кто-то связался уточнил нашу осадку чтобы опустить какой-то что имели в виду мы не поняли но осадку сказали по описанию ведь я тут нашел зрительно он даже не могу это назвать причалом что-то когда-то напоминающее и решил здесь зашвартоваться на ночь ну и думай давай либо привязываться либо пойдем уже отсюда решили уходить на якорный здесь больше шансов все повредить лодку может я конечно привередливая чересчур что мне не понравился причал но блин при любой волне биться вот эти вот узкие дерева торчащие там есть такой сперматуры есть такой сперматуры очень непонятно что под воду да не стремно интересно точно то которое было описано ты думаешь тебя слышно? а? ты думаешь тебя слышно? не знаю витя говорит что это место именно то которое было описано в путевой журнал да в путевом журнале другой яхты альпин вега которые ходили здесь в прошлом году или когда? ну только в прошлом да ну вот они там сортовались ну не знаю конечно в описании места именно то в результате мы нашли вот такое подобие причала и пришвартовались прямо в канале здесь стоят две баржи ну вот одна которая со стороны канала рабочая а вторая в воде выключена и куча-куча комаров нереально много ладно пока нас никто не выгнал будем ложиться спать видите пока вязал вот этой вот швартовой к трубе чуть не нырнул мы не надеемся что никуда нас отсюда не погонят в этот день мы прошли расстояние от вытигры до безымянной точки номер 14 на интерактивной карте нашего маршрута равное 33 километрам ознакомиться с интерактивной картой можно на сайте нашего проекта ссылка в описании к видео